Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня у меня очень важный день. Сегодня у меня будет экспирация по нефти, по моей стратегии по опционам на нефть. Давайте посмотрим сейчас, что это такое и чем это мне грозит. Но я построил опционную стратегию. Вот сейчас вы ее видите. Здесь мало кому что будет понятно. Сейчас я попытаюсь объяснить. Вот смотрите, вот график. Вот он график. Сейчас я обновлю данные. Посмотрите, вот мы видим такую вот гору. Посмотрите, вот это вот гора. И эта гора это моя прибыль. И эта моя прибыль, смотрите, она будет на максимуме, если, смотрите, вот курс нефти будет 27 долларов за баррель. Если нефть снижается, то мои доходы падают. Вот. И вот где-то здесь они будут равны нулю на уровне 26 долларов за баррель. И, соответственно, в другую сторону. Если нефть повышается, то, ну, стратегия вот так построена, что при уровне 28-20 примерно долларов за баррель, мои доходы снижаются до нуля, ну и потом уходят в отрицательную область. То есть, если нефть резко дернется либо вверх, либо вниз, то мои доходы улетают, ну, в минус бесконечность при любом сильном движении. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Вот. Экспирация будет четко, ну, 18.45. Сейчас у меня 13.10. То есть, осталось, сколько там, 5 часов до этого чудесного момента. Почему я считаю, что нефть никуда не уйдет? Ну, во-первых, самые сильные движения по нефти идут из-за сильных событий. Сильные события откуда к нам приходят? Из Америки. В Америке биржа открывается в 16.30. К этому моменту уже будет, ну, как бы фиксироваться цена исполнения опционов. Поэтому, в общем-то, уже вряд ли что произойдет. Еще из событий, да? Ну, какие события? Раньше могут произойти события где-то там в Персидском заливе, в Саудовской Аравии или где-то еще. Ну, честно говоря, пока вроде как не ожидается никаких опеков, ничего. Вот что это за стратегия? Вы понимаете, это опционная стратегия. При помощи опционов можно построить все. Ну, в частности, вот такая горочка у меня сейчас. Это не очень хорошо. Обычно строится вот такая вот в идеале горочка, когда неважно, сколько будет нефть, но можно построить такое, что неважно, сколько будет стоить нефть, ну, в каком-то широком диапазоне я всегда в плюсе, например, да? Но мне, к сожалению, это не удалось. И сейчас вот я очень сильно это настраивал. Можно ли это как-то скорректировать? То есть, если нефть начинает спускаться, то как-то, чтобы она не так резко спускалась, да, можно, для этого нужно иметь, что денежные средства, и если, например, нефть спускается сюда, то просто открыть позицию шорт, то есть продать фьючерсы на нефть, и тогда мы выходим вот сюда, вот, например, то есть мы фиксируемся на этой высоте. Либо, если сюда уходит в плюс сильно, то мы, соответственно, покупаем соответствующие фьючерсы. Но для этого нужно иметь свободные денежные средства. У меня их не было, я добавил туда всего-то 30 тысяч рублей. Ну, это, в общем сказать, ну, как-то поможет, но не так, чтобы радикально. Но я надеюсь, что все будет хорошо, и ничего не уйдет. Возможно, я попытаюсь включить стрим, то есть в прямом эфире будем за этим наблюдать. Ну вот сейчас вы видите график цен на нефть. Значит, один квадратик, вот этот вот, один элементик, это 30 минут. Сейчас ровно 27.02. Вот здесь вот зеленый квадратик, это зона без убытка. Без убытка. Вот, то есть красненький, это моя прибыль. Вот здесь вот моя прибыль на максимуме. Сейчас она на максимуме. Это ось. Вот, потенциальная моя прибыль. Вот это вот, друзья мои, вот это, это примерно 122 тысячи рублей, чтобы вы понимали, да? А вот это ноль. То есть вот если она уйдет вот сюда, то 122 тысячи рублей превратятся в ноль. Ну или сюда, неважно. Куда. Ну, что при этом произойдет? Ну, мне будет как-то печальненько немножечко. Но я надеюсь, что этого не будет. Вот, думаю, что я это как-то в прямом эфире. Ну, посмотрите, вот недавно она, сегодняшний день вот начался, видите, отсюда, и она прыгнула вот сюда. Я думаю, ну все, мы к вершине прыгнули, все шикарно. И она стала опускаться. Ну, как-то было неприятно. То есть вот этот вот уровень уже соответствовал не 120 тысяч, а плюс 40 тысяч. Понимаете, да? То есть вот как бы вот так вот. Он резко достаточно снижается. И, соответственно, денежки куда-то уходят. Вот. И да, вот это вот тоже вот, вот этот вот график красненький, да, вот если на него посмотреть сбоку, то, собственно говоря, он тоже меняется немножечко, потому что чем ближе к моменту экспирации, тем круче все вот это вот становится. Вот. Ну, вот так. Поэтому, ну, сегодня у меня напряженный день. Но, в принципе, все основное происходило вчера, на самом деле. Поэтому я вот именно закончил строительство вот этого квадратика, вот этой горочки, конкретно только вчера. Ну, а сегодня просто наблюдаю пока, и все. Как строятся опционные стратегии, я как раз, кстати, рассказываю на своем курсе по опционам. И мы там ведем чат общий. И вот сейчас я вам покажу вот фрагменты этого чата. То есть обучение, так сказать, продолжается и через чат. Посмотрите. Вот, например, вот я показал это вот еще до открытия биржи. Вот, я рисовал эту свою стратегию опционную. Вот она. Вот. Я показывал, вот этот строил квадратик самый. Ну, было 27.47 с утра. Потом я показывал прямо вот в чате буквально для тех, кто записался на курс по опционам, естественно, потому что этот чат закрытый только для тех, кто участник курса по опционам. А другим это неинтересно. Вот открылась биржа. Посмотрите. Вот. И вот я тут всем показываю, что я делаю. Буквально вот в прямом эфире с комментариями, что вот свободных денег практически нет. Можно ли что-то изменить, если пойдет не так? Я показываю, что это возможно, но не сильно. Вот. Я туда долил деньги. Вот. Дальше идет гамма. То есть, это гамма что такое? Ну, это ускорение, оно на максимуме. Дальше вот я изменил масштаб немножечко, показал, что вот это вот моя прибыль. Вот здесь красная линия, это насколько я далеко нахожусь от вершины и насколько ближе к ее основанию, то есть к безубытку. Вот. Ну, и вот вариационная маржа прибавилась через какое-то время. И у меня на счете прибавилось 103 тысячи рублей, то есть 5,72 процента. Сегодня это не окончательный результат. Он будет зависеть от того, где закроется вот эта вот штука. И не забывайте, что у меня еще есть и акции, и есть такая же стратегия, построенная на РТС. Вот. Вот опционы уже сегодня дешево стоят. Там, так сказать, говорят, что... Ну, вот я дальше демонстрирую просто вот регулярно слайдами. Дело в том, что это очень трудно показать на видео, потому что, ну, растянуто по времени, я же не могу снимать видео длиной там в несколько часов. Но, возможно, я включу стрим просто и все, и будем смотреть. Ну, это вот люди мне задают вопросы какие-то, ну, собственно говоря, вот так. Вот так у нас обстоят дела на рынке опционов, на опционных стратегиях. Что у меня с акциями? Ничего хорошего, они падают. Давайте посмотрим. Вот на СПБ, например, у меня, ну, сплошные минусы, наверное. Ой, Сина Корпорейшн начала расти, кажется. Здесь был... Да, вот она, так сказать, была, сильно падала, она начала расти. Что такое Сина Корпорейшн? Это китайская компания, владелец мессенджера Weibo. Pfizer американская, крупнейшая фармацевтическая компания. Ну, как вы видите, глубоко в заднице. Минус 292 доллара. Я все жду, когда она вырастет. А она не растет, зараза. Я уже три раза дивиденды по ней получил. Вот. А она не растет, все. Вот где я ее купил. Вот здесь я ее купил, посмотрите. Вот здесь я ее купил. Я думал, что она упадет. Вот, видите, ну, явный уровень сопротивления. А она повалилась дальше. Потом она выросла. Я был в плюсе, думаю, ну, она и дальше будет расти. А она хренак и снова меня подвела. Но за это время я уже три или четыре, наверное, уже раза получал дивиденды. А она платит дивиденды каждый квартал. Ну, держу. Что делать? Вот. Повысится. Что с Найком? Найк, который был куплен, он вот здесь где-то был куплен. По-моему, здесь или вот здесь. Вот. Он резко начал расти. Все было хорошо. Момент для покупки был хороший. Но. Ну, кризис. График. График показывает, что у Найка тоже дела не очень. Народ боится всего. Алексион Фармацевтиклс. Еще одна фармацевтическая компания. Американская, между прочим, тоже. Вот, пожалуйста, в хорошем минусе. Так вот. Но. Уже не так много денег туда вложено. Процент активов. Ну, видите, в основном у меня Сина Корпорейшн. Файсер и Найк. А эти по три процента. Тут совсем ничего. Поэтому и убытки не такие большие. Хьюлит Паккарт. Вот Хьюлит Паккарт интересный график должен быть. Нет, не очень. Ну, вот. Дело в том, что Хьюлит Паккарт сейчас... Ну, есть... Ходят слухи, что его хотят там что-то реорганизовать, поглотить. И вроде как-то что-то уже совершилось. Ну, как-то вот, судя по всему, не очень отразилось на курсе акций. Вот. Риата Фармацевтиклс. Ну, тоже самая аналогичная штука. Очень интересная фармацевтическая компания американская. Разрабатывает уникальные какие-то технологии. Но пока не разработала. О! Тиньков. Вот он, Тиньков. Я его купил, потому что на слухах о том, что там против Тинькова всякие козни творятся. Значит, я его купил. Думаю, ну, значит, вырастет, потому что распродали. И я купил Тинькова на бирже СПБ. Но, оказалось, рановато я это сделал. Он упал. Сейчас я собираюсь его докупить. Вот. У меня есть свободные деньги? Нет свободных денег у меня здесь. Почему нет свободных денег? Потому что я все перевел на срочный рынок, потому что все интересное у меня там сейчас. Как только там освободятся деньги, я сюда переведу назад и куплю Тинькова. Вот. Циско Системс. Ну, вот такой график прикольный. Ну, Циско Системс – это компьютерная компания, разрабатывает, насколько я помню, Equipment for Communications, оборудование для коммуникации. Вот он. Ксилингс – тоже фармацевтическая компания, тоже в минусе, как ни странно. Ну, Экспедия – это компания, которая оборудована для туризма. Сейчас все границы закрыты, понятно, что они несут убытки. Что у меня с акциями? А с акциями у меня вот ситуация интересная. Сейчас мы посмотрим с акциями. Что у нас? Вот они. Давайте посмотрим на А. Вот, наверное, здесь надо было. Да, вот надо было сюда и вот сюда. Вот, вот так. Давайте будем смотреть на акции. Россия-28. Это не акция, это облигация, это еврооблигация в долларах США. Да, она снижалась доходность. Почему? Потому что нерезиденты убегали с развивающихся рынков, которым является Россия. И был очень хороший момент для покупки России-28. Ну, я ее купил, соответственно, когда-то вот где-то здесь, давно, в 2000... Да, в мае 2019 года где-то вот давно я ее купил. А может быть и вот здесь, в марте. Давно и больше года уже получал, как бы там очень хорошие купоны. Там 67,5, по-моему, долларов раз в полгода. Вот. Я держу, не собираюсь с ней расставаться. А там нет налога еще на курсовую разницу. То есть, доллар вырос, она выросла в цене в рублях. А с этой разницей я не заплачу налоги. Ну, это вообще круто. Вот. Не, я ее буду держать до конца. Наверное, до 28-го года. Вот. Когда она погасится. Полиметалл. Полиметалл. Кризис. Да, вот. Дневной график, посмотрите. Я его купил где-то хрен знает когда. Да, в 2019 году, то же самое, в июле месяце я купил. Почему? Потому что это компания, которая занимается добычей, ну, в основном серебра и золота. Акции золота добывающих компаний. Я говорил, что надо покупать акции золота добывающих компаний. Я их купил. Вот она. Да, она падала. Если бы вы купили ее здесь, она все равно восстановилась. Ну, вот так. Растет и в плюсе, и в хорошем. Все хорошо. Со времен покупки, ну, тут не видно, насколько она выросла. Но она выросла. Процент активов. Ну, смотрите. Самый большой процент активов – это облигация та самая. Там 1700 долларов США. Здесь у меня 7-12%. Полюс. Еще одна золото добывающая компания. Ну, комментарии, что называется, излишни. Да? Это именно золото добывающая компания. Кризис. А у меня акции растут. Кто-то спрашивал про Газпром. Ну, вот он Газпром. Куда он денется? Он упал, естественно и логично. ГМК Норникель. Ну, падал немножко. Ну, растет. То, что Палладий растет. Распадская. Ну, начала расти. И дивиденды скоро будут. Там должны решать что-то. Сургут, нефть и газ, префы. Ну, а, собственно говоря, вот здесь вот 9 марта что произошло? Помним, да? Нефть резко упала. Рубль резко, вернее, доллар резко вырос. А что такое сургут, нефть и газ, привилегированные? Это практически там бешеные запасы в кладовке у них лежат в долларах. Они выросли в соответствии с долларом. То есть, это фактически доллар и все. Вот они как бы, куда они денутся? Вот они акции. Сургут, нефть и газ, привилегированные. Вот Яндекс. Ну, он у меня куплен довольно давно. Я его докупал. Я его покупал раньше, надо сказать. Потом я когда-то его продавал. Я его покупал примерно по 1800 или по 1900 рублей. Не помню. Вот где-то здесь я его покупал. Потом я его продавал. Потому что он вырос. Я уже не помню. Давно я его покупал. Да, где-то вот здесь я его покупал. Вот был этот самый скандал, когда Яндекс пытались отобрать и так далее. И тут я его где-то покупал. Ну, соответственно, все случилось хорошо с Яндексом сейчас. Ну, он в плюсе, по крайней мере. Но мораль какая? Держите акции долго. Система. Система куплена давно. Очень давно. Очень давно куплена. И она потихонечку росла, падала. Росла, падала. Когда начался кризис, с февраля месяца она резко свалилась. Ну, ничего страшного. Уже снова в плюсе. Главное что? Главное, что я купил ее давно. Аэрофлот. Пикирующий бомбардировщик. Ну, он пошел вверх резко. Время для покупки Аэрофлота самое лучшее было. 57 рублей за акцию. Но кто не успел, тот опоздал. Я купил его здесь. Думал, что... Ну, как бы просто купил. Немножко совсем. А потом я его докупал. Вот так. Вот. Поэтому я его покупал, не помню где. То ли здесь. Да, в районе 100 рублей. Вот то ли здесь я его покупал. А потом он, когда свалился, я его докупил. И теперь средняя цена. Вот она желтенькая. Вот здесь у меня средняя цена. То есть я усреднился. Буду ли я его еще покупать? Наверное, буду. Лукойл. Ну, почему-то аналогично. Прямо вот график Аэрофлоту. Ну, Ватэк. Ну, Ватэк начал расти. Такой же график. Татнефть. Очень интересно сейчас будет. Вот. Ну, был обвал. Все кричали, что Татнефть. Все. В ноль ушла. Вот. Она сейчас очень дает... В лидерах роста, короче говоря, я регулярно вижу Татнефть. Честно говоря, я особенно не слежу за акциями, потому что у меня все внимание приковано к, естественно, к нефти сейчас. Вот. Вот оно, соответственно. Что еще у нас тут? Газ, пром, нефть. Ну, аналогично Татнефти. Вот. Что у нас еще? Обувь России. Ну, маленькая компания. Я ее где-то купил вот здесь вот, да? Думаю. Ну, надо посмотреть, потому что она прямо вот на минимумах-минимумах. Посмотрите. Вот. Вот она падала-падала, потом остановилась, потом еще упала. Думаю, ну, дальше некуда падать. И она начала расти, блин, прямо вообще с 40, там, сколько тут, с 42 она вырастала до 52. Ну, колоссальный рост. Это 20%. Ну, потом обрушилась. Держим просто и все. Там очень интересная компания, на самом деле. Она креативная такая. Недавно вышла новость, что она там Marketplace разрабатывает, там начинает одеждой торговать во все через интернет. Очень интересно. Вот. Ну, и по совокупному долгу, там, в общем, все параметры хорошие. Я думаю, что все будет хорошо. Вот. Что у меня еще здесь интересного? Ну, 295 долларов США еще лежит. Ну, просто так валяются. Вот. Просто лежат и лежат. И вы видите, вот здесь вот очень такая не совсем хорошая вещь. Минус 129 тысяч 830 рублей. Что это такое? Да, 100 евро лежит. Вот. Что это такое? Это долг. Я взял деньги в долг. Ну, и пока, судя по всему, не отдал. Почему я взял деньги в долг? Опять же, на срочный рынок. Там все интереснее намного. И я не зря их взял. Потому что, несмотря на вот эти все падения, несмотря на долг, за который я плачу деньги, у меня за прошедший месяц там плюс что-то там 15 или 17 процентов вообще по всему портфелю. Потому что я захеджировался вот на всяких нефтях и на РТС. РТС сейчас растет. Я больше всего пока что заработал на РТС. Там я рассказывал. Ну, в районе 300 тысяч на срочном рынке я заработал за прошлый месяц. Это компенсировало все мои убытки вместе взятые. И это была большая прибыль. Ну, а чем закончится нефть, я думаю, что сегодня я буду показывать в прямом эфире. Но, судя по всему, прямо вот вообще все идет шикарно. Посмотрите, 27.03. Посмотрите, вот прямо вот вообще. И кажется, она здесь закрепится. Потому что уже появляется следующий график. Потому что сегодня экспирация по этим опционам. А график следующий будет уже вот такой. В начале апреля. В первое число апреля. Сейчас скажу, когда точно. Так. Ну, чуть позже скажу. Сейчас мы зададим новый график. Ой. Новый график. Будет следующий. Это апрельский. Он истекает. И следующий будет майский, естественно. Майский график будет в этой же области. Мы его поместим. Вот такой он будет график. Посмотрите. Ну, майский фьючерс на нефть сейчас дороже стоит. Естественно. Потому что в нем заложено очень сильно ожидание на рост нефти. Вот. Поэтому когда-то апрельский завершится в начале апреля. То есть, смотрите. Вот это вот моя стратегия. Она завершится. И в результате на обломках ее у меня, может быть, останутся фьючерсы. Может быть, нет. Это зависит от того, на какой дельте я остановлюсь. Вот она дельта. Вот. И какая дельта будет в результате. Если вот, как сейчас, дельта равна 9, то значит у меня останется 9 фьючерсов, купленных на нефть. 9 купленных фьючерсов. И, соответственно, я их смогу либо продать, либо подождать. Тоже до экспирации. Когда будет экспирация. Ну, я надеюсь, что нефть вырастет и можно на этом заработать еще. Ну, такие вот события происходят. Я не знаю, так сказать. Там, наверное, далеко не всем понятно. Но простыми словами, и совсем уже доходчиво, совсем доходчиво, я могу это сказать вот так. Вот, посмотрите. Ну, вот, если вы не понимаете какие-то вот такие слова, то посмотрите. Вот активы. С 5 марта я вывел по 26 марта до сегодняшнего числа. Вот так выросли активы. Ну, активы-то неинтересно. Я тут пополнял что-то, зачислял. Вот, финансовый результат это более интересная штука. Ну, для тех, кто не понимает. Вот, 5 марта было у меня на момент 5 марта. 5 марта 15, плюс 15 тысяч. На момент 26 марта 300, плюс 329 тысяч рублей. Ну, я надеюсь, что такие, как бы, вещи, ну, более-менее понятны. То есть, доходность к средним активам 18% с 5 марта. Почему с 5 марта? Потому что 5 марта было значимое событие, заседание по ОПЕК. Я надеялся, что там будет резкий рост, но его не случилось. Был резкий у меня убыток именно 5 марта. То есть, если бы этого не случилось, то доходы были бы сильно выше. Ох, намного. Но, к сожалению, нефть меня подкачала. И если я сейчас получу сегодня 100 тысяч рублей, это только просто устаканит мои доходы. То есть, вот к этому прибавится вот сюда. Вот, ну, то есть, как бы, я компенсирую свои убытки. Почему получил такие доходы? Потому что я надеялся, что индекс РТС не вырастет, а упадет. И он упал. Вот, собственно говоря, и все. Ну, а если вы хотите узнать о том, как зарабатывать на падении рынка, то это исключительно срочный рынок и это исключительно, ну, опционы дают самую большую доходность, чем я сейчас и занимаюсь и веду курс по опционам. Для того, чтобы записаться на этот курс, просто ссылочка в описании к данному видео. Либо вот там значочек И, либо сейчас вы видите, в конце будет тоже ссылочка, и там будет, как начать инвестировать. Ну, а я не буду вас задерживать. Нажимайте на эту ссылочку. Спасибо за внимание. Поставьте лайк. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.